Стройка здесь началась осенью прошлого года. Так что сейчас будущий ледовый дворец уже возвышается во всей красе. Остались работы по благоустройству прилегающей территории и отделка внутренних помещений. Общая площадь спортивного объекта составит более 3600 квадратных метров. Здесь будут раздевалки, душевые и тренерские комнаты. Но главное, конечно, сама ледовая арена. А это можно назвать её сердцем аппаратная, слаженность работы механизмов которой будет обеспечивать хороший лёд. Качество льда зависит, в первую очередь, от воды, во вторую очередь, от правильного качественного монтажа. Перед нами холодильное оборудование, насосы, ведутся заключительные работы. И в кратчайшие сроки, надеемся, порадуем жителей посёлка Чернянка льдом. Полностью закончить строительные и монтажные работы планируется в течение двух месяцев. А тем временем уже составляется штатное расписание и график работы нового спортивного сооружения. Есть у нас два тренера, наши, чернянские. И ведётся работа у нас с тренерами города Белгорода. Также ведётся работа по тренеру фигурного катания. Вообще Чернянка славится хоккеем, занимаются хоккеем и с большим удовольствием у нас и дети, и взрослые. Надеемся с введением в эксплуатацию нового ледового дворца. Я думаю, будут у нас перспективы. У нового ледового дворца уже есть имя. По итогам голосования, прошедшего в социальных сетях, решено назвать его «Айсберг». И судя по тому, как активно велось обсуждение, можно судить и о том, как активно будут посещать каток и чернянцы, и гости из соседних районов. Елена Голотовская, Игорь Доценко, Новости мира Белогорья. Стройка здесь началась осенью прошлого года. Так что сейчас будущий ледовый дворец уже возвышается во всей красе. Остались работы по благоустройству прилегающей территории и отделка внутренних помещений. Общая площадь спортивного объекта составит более 3600 квадратных метров. Здесь будут раздевалки, душевые и тренерские комнаты. Но главное, конечно, сама ледовая арена. А это можно назвать её сердцем аппаратная, слаженность работы механизмов которой будет обеспечивать хороший лёд. Качество льда зависит, в первую очередь, от воды, во вторую очередь, от правильного качественного монтажа. Перед нами холодильное оборудование, насосы, ведутся заключительные работы. И в кратчайшие сроки, надеемся, порадуем жителей посёлка Чернянка льдом. Полностью закончить строительные и монтажные работы планируется в течение двух месяцев. А тем временем уже составляется штатное расписание и график работы нового спортивного сооружения. Есть у нас два тренера, наши, чернянские. И ведётся работа у нас с тренерами города Белгорода. Также ведётся работа по тренеру фигурного катания. Вообще, Чернянка славится хоккеем, занимаются хоккеем и с большим удовольствием у нас и дети, и взрослые. Надеемся, с введением в эксплуатацию нового ледового дворца, я думаю, будут у нас перспективы. У нового ледового дворца уже есть имя. По итогам голосования, прошедшего в социальных сетях, решено назвать его «Айсберг». И судя по тому, как активно велось обсуждение, можно судить и о том, как активно будут посещать каток и чернянцы, и гости из соседних районов. Елена Голотовская, Игорь Даценко, Новости Мира, Белогорье.